Всем привет! В этом видео я покажу, как быстро, легко и просто обмениваться файлами между такими устройствами, как мобильный телефон, ноутбук, персональный компьютер, либо планшет. Главное, чтобы все они были в одной локальной сети. То есть, чтобы все они были подключены к одному роутеру. Либо по Wi-Fi, либо по интернет кабелю. Либо и то и другое. Итак, приступим. Показываю, как это работает. К примеру, берем ноутбук и открываем на нем браузер. Далее в поисковике браузера пишем sharedrop.io После чего жмем Enter. В этом окне запускаем сайт sharedrop с данным ярлыком. После чего мы попадаем на файлообменник для передачи файлов. В центральной нижней части экрана сайта будет аватарка, которая означает мой ноутбук. Теперь, чтобы с ноутбука передать файлы, к примеру, на персональный компьютер, делаем следующее. Переходим к персональному компьютеру. Также открываем на нем браузер и заходим на официальный сайт файла обменника sharedrop, как на ноутбуке. После чего в нижней части данного сайта появляется ярлык вашего персонального компьютера. А сверху него ярлык моего ноутбука, который данное приложение автоматически определило. Если же перейти к ноутбуку, то видно, что над аватаркой моего ноутбука появился ярлык персонального компьютера. Теперь, чтобы с ноутбука передать файлы на ПК, делаем следующее. Частично сворачиваем окно браузера на ноутбуке, зажимаем мышкой, например, файл с фото, который нужно передать. И перетаскиваем его на ярлык своего компьютера на сайте sharedrop. Далее нажимаем здесь отправить, переходим к компьютеру и нажимаем здесь сохранить, то есть принять отправленный файл с ноутбука. После чего файл с ноутбука передается на персональный компьютер. Чтобы проверить загруженный файл на ПК, сворачиваем браузер на ПК, открываем проводник и заходим в папку загрузки. Как видно, файл с фото, отправленный с ноутбука, находится здесь. Таким же образом, файлы с компьютера можно передавать на ноутбук. А если вам необходимо передать файлы с телефона, либо на телефон, то берем телефон и в поисковике браузера пишем sharedrop.io. Заходим на официальный сайт sharedrop, так же как на ПК или ноутбуке. И как видно, теперь для передачи файлов появилась третья аватарка. Это мой телефон. На ноутбуке и персональном компьютере также видно, что стало доступно третье устройство, то есть мой телефон. Чтобы передать файл, к примеру, с телефона на ноутбук, нажимаем на телефоне на аватарку ноутбука. Открываем папку с файлами, либо фото на телефоне. Выбираем необходимый файл. И нажимаем здесь send, то есть отправить. Переходим к ноутбуку и жмем сохранить, то есть принять. После чего файл с телефона передается на ноутбук. И его можно посмотреть в папке загрузки. Таким же образом передаются файлы с ПК или ноутбука на телефон, либо планшет. Но помните, все они должны находиться в одной локальной сети. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!